Всё случилось на пляже в районе Голубых озёр. По словам очевидцев, мальчик нахлебался воды. Его вовремя обнаружил другой ребёнок. Находящиеся рядом люди смогли вернуть дыхание и оказать первую медицинскую помощь. Затем ребёнка передали представителям экстренных служб. Напомним, на сегодняшний день в Наринмаре действует запрет на купание в необорудованных местах. А единственный в Заполярном районе законный пляж откроется только на следующей неделе. Необходимо получить положительное заключение Роспотребнадзора по итогам проверки проб воды на соответствие нормам Санпина. Но жители окружной столицы не дождались официального открытия купального сезона. Столбики термометров сегодня перевалили за отметку плюс 30. У рек и озёр десятки отдыхающих. Наринмарцы переживают, что погода ухудшится. «Осталось купаться. До 15 июля закончится тепло, по всем прогнозам. Пляжный сезон в 15-м будет день закрытия». Впрочем, не у всех есть возможность уехать в лес к Голубым озёрам. Однако территорию водоёма в черте города совершенно не приспособлены для отдыха. Много мусора и стёкол. «Что случилось?» «Я здесь бегал, потом здесь рядом с камнем, рядом с шиной, и наступил потом…» «Настякот?» «Ну, наступил он на стякот или камень какой-то». «Порезался сильно?» «Ну да». «Ничего страшного, что?» «Переживел?» «Везде железы, железятки разные. Даже детям буквально негде походить. Мы вот предпустелили и сидим чисто здесь. Даже не походили, даже берегу не сходить. Классно для детей маленьких». «Вы бы хотели, чтобы тут оборудовали прядки?» «Конечно. Это сто процентов надо. Убрать на то, чтобы всё в законе было и культурно. Людей поставили таких, смотрели, следили». «Я считаю, что вот можно в городе всё обустроить. Раньше тут было вот, когда я маленький был, тут все купались, было всё нормально. А сейчас какая-то ну ерунда, я не знаю». В тёплый период времени сотрудники центра ГИМС патрулируют акваторию реки Печёра и другие водные объекты в районе города. Цель рейдов – спасение и недопущение нахождения людей в воде. «Наша северная природа, она суровая. Лето всё равно короткое. Не хватает времени для того, чтобы вода прогрелась. Даже если она сверху тёплая, то внизу она в любом случае холодная. Есть возможность, что судорогой сведёт, человек утонет». Согласно закону Ненецкого автономного округа, нарушителям запрета о купании грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Муниципальные органы власти в этом случае привлекают к административной ответственности.